На улице моросит мелкий дождь, но ненастная погода не стала помехой для тех, кто решил посмотреть на настоящую джигитовку, яркую, зрелищную. Сегодня в конно-спортивном клубе «Звездный» подводят итоги чемпионата мира и чемпионата России. И многие щелковцы и гости городского округа приехали сюда. В национальном турнире участвовали команды из Москвы, спортсмены Кремлевской школы верховой езды, джигиты школы Олимпийского резерва Подмосковья, а также конники из Вологодской, Липецкой, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и других городов. Лучшие спортсмены боролись за звание чемпиона, демонстрируя уровень профессиональной подготовки и мастерства. В международных же соревнованиях приняли участие всадники из Великобритании, Монголии, Молдовы, Белоруссии и, конечно, команда России. Мы постоянно повышаем уровень квалификации наших соревнований, нашей подготовки и всегда есть перспектива развития. Мы к этому готовы. Джигитовка в этом году была немножко у нас сокращена, потому что ряд спортсменов, к сожалению, из-за ковида не могли приехать, а так участвовало пять стран. Команды боролись в двоеборе. В вольной джигитовке всадники показали сложные акробатические упражнения верхом на лошади, а в специальной продемонстрировали свои умения владения различными видами кавалерийского оружия. В течение нескольких дней на Щелковской земле проходили два главных турнира под джигитовки 2021 года. И вот наступил самый торжественный и долгожданный момент награждения победителей. Джигитовка развивается в России уже 17 лет. Ну а если мы с вами вспомним, то джигитовка – это культура исконно русская. В 1812 году мы ее использовали в войнах с французами. Я хочу от души поблагодарить всех спортсменов. Судьи определили лучших наездников турнира страны и чемпионата мира. По итогам общекомандного зачета команда России заняла первое место, обойдя Беларусь и Монголию, завоевала главный трофей состязаний. Команда у нас большая, задача была поставлена одна общая. Десять спортсменов выступало, кто-то добился разрядов. И вот два лучших, которые попали в тройку, как и в чемпионате России в абсолютном зачете, так один чемпион России, другой чемпион мира. Такой высокий результат обрадовал не только самих спортсменов и тренеров, но и болельщиков, пришедших поддержать джигитов в этот день. Стоит отметить, конно-спортивный комплекс подготовил интересную программу, которая не смогла оставить равнодушным никого из присутствующих. Профессиональные спортсмены демонстрировали упражнения из классической выстки, порадовали выступлением и будущие чемпионы юные всадники. А выступление казаков вызвало бурю эмоций. Друзья, очень опасный трюк. Очень нравится, большое спасибо организаторам, большое спасибо участникам. Мы наслаждаемся. Яркой финальной точкой спортивного праздника стала джигитовка. Показательные выступления профессиональных спортсменов, мастеров спорта, победителей всероссийских и международных состязаний прошлых лет и состоявшихся чемпионатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!